Я думаю, что можно было бы предложить другую схему размещения некого депозита при въезде в Россию. Ты уезжаешь, не нарушив ничего, тебе возвращаются деньги, а может быть на этом депозите еще какие-то проценты будут. Вот и все. Зачем вот эти глупые все истории, которые показывают о серьезных умственных проблемах в нашем парламенте, среди его членов, наверное, прискорбно, и если уж говорить откровенно о престиже парламента в России, то нужно, наверное, все-таки существенно ограничить депутатов парламента с их инициативами. Вот, например, есть же у нас фильтр муниципальных депутатов при выборах мэра. Давайте все-таки сделаем какой-то такой внутренний фильтр для Государственной Думы, чтобы прежде чем они начинают вякать в средствах массовой информации о своих инициативах, был бы какой-то специальный комитет умных людей, которым бы говорил, не надо этого делать. Почему? Не надо этого делать. И человек бы спокойно, утихомиренно уходил бы от своей законодательной инициативы. Очень много глупостей в парламенте, что делает нас еще более нелепыми в попытке сохранить вот эту структуру власти. Она изжила себя по всем линиям, по всем канонам, и я думаю, что парламент просто демонстрирует нам и свою никчемность, и уже, честно говоря, архаичность той системы, которая сложилась.